Субтитры делал DimaTorzok Кронштейн масляного фильтра Без снятия ТНВД даже не снять Ну, согласно мануалу Визуально, так мне кажется, тут все прекрасно снимается Но так как мне необходимо все это почистить То, естественно, ТНВД я тоже буду снимать Я, к сожалению, не стал показывать Ну, хотя тот, кто до сюда доберется Он, наверное, и так все это поймет Вот это противовес ТНВД Тяжеленный Он сделан специально тяжелым У него гайка на 21 Головка туда залезет Практически любая Вот это шкив Который сидит на распредвалу И переводит зубчатый ремень У него вот такой болт Тут голова на 24 Ну и тут на 13 Натяжной ролик Пришлось мне покупать съемник Для этой шестерни Вот так я здесь поставил шестигранник Колхозным методом И навинчивая эти винты Винчивая их в шкив Снял его Вот он только что снялся Тут коническая Ну, конус морза Коническая посадка Резьба тут совсем нестандартная Хитрая Шаг резьбы нестандартный Вот так это, по-моему, М Нахерен знает какой М Наверное, М8 Нет, не М8 точно Ну и не М6 М7 что ли Для снятия ТНВД необходимо С клапана до зад Раздернуть Разъем Сдернуть с ТНВД Подающий шланг Или вот здесь вот его можно Или вот тут Вот здесь, конечно, выгоднее Тут я не знаю, как это от грязи изолировать Понятия не имею Дальше Вот тут От кронштейна я уже отвинтил Болт Вот тут два болта А, и вон третий Все, итого он на четырех болтах Крепится Не лезет туда ключ Ну, в общем Отвинтилось Очень просто отвинчивается Что касается нашего ТНВД То, вопреки мнению на форумах Он полностью ремонтируется И на него есть абсолютно все запчасти Есть отдельно вот эти плунжерные пары По 4000 рублей за штуку Она идет в сборе с клапаном И с пальцем, по-моему Да, и с пальцем тоже С пружиной, там, со всеми делами Клапан-дозатор Стоит то ли 10 тысяч рублей То ли не знаю Сколько я давно цены не смотрел Комплект всех прокладок Сальников Всего-всего-всего Что там есть Продается за 19 евро Вот этот вот шестеренчатый насос Топливоподающий Который высасывает из бака топливо Тоже продается отдельно Как и вал кулачковый Там один кулачок всего В общем, все на него есть Просто все, даже корпус, по-моему, отдельно есть И это гораздо дешевле Вот так вот его перебрать Чем покупать насос в сборе за 100 тысяч рублей Номер насоса запретали очень грамотно Чтобы враги не догадались Это Bosch CP1H3 Пошел процесс вычерпывания Из-за развала всякого И выкидывания Там Ну, ожидаемо Вот я пытаюсь открутить патрубок И ГР от турбины Начал с неудобного нижнего болта Вот так у меня получилось Г-образный торкс пропихнуть Но тут впритык все И он даже немножко криво встал, я думаю Сейчас попробую отдать Не чувствую, отдался или нет Не знаю, или сорвал себе Отдался Сейчас видно будет Вот так вот С карданчиком удалось туда пропихнуться И Стронуть его Все откручивается То есть, без снятия турбины Добраться до него реально Вот Теперь, когда патрубок болтается Можно уже нормально пропихнуться И крутить До разных часов Для того, чтобы снять турбину Отвенчивается она от ИГР Это понятно Вот здесь вот Раз Два Вот здесь Три Четыре Не знаю, насколько хорошо видно И пять болты И шестой Паршивый болт Находится с противоположной стороны Вот тут вот От этого кронштейна Такая пятка вниз идет И он Вот сюда К блоку Прикручен С той стороны То есть Надо Вот так вот Подлазить Вот здесь вот Нужно Открутить хомуты И Снять трубку Но так как она Не снимается Она там упирается То нужно ее снимать Вместе С вот этой Подающей трубой У трубы Отвенчивается Вот тут вот Раз Болт Вот там вот Два Болт И После того Как она Начнет гулять Можно будет Отсюда ее Отсоединить Ну и Конечно же Выхлоп Отвенчивается Три гайки Они очень легко Доступны Тут специально Для доступа к гайкам Сделаны Вон Вмятины в трубе Очень все Красиво Это Это не Титан Это Хитрая нержавейка А ну и Конечно же Разъем С управления Геометрией И вот Видно На мой взгляд Самую дебильную Трубку Тут во всей машине Эта трубка Слива масла С турбины Вон ее держит Вот такой Отводящий Кронштейн С болтом И Открутить То ее Может Можно Может И даже Можно Отодрать Но Больше Я боюсь Считать И обратно Я даже Не представляю Как она Там Ставится Вот этот Откручивается Без проблем Вент А вот Тот Там тоже Торк С Т30 Но только Г-образным Или Или фильтр С кронштейном Снимать Этот Патрубок Довольно Таки Слабый Он Ну просто Я После Как Открутил Болт Фактически Труба Сама Отвалилась Удалось Видеть Этот Болт Вот он Я сейчас Повозю Камеры Не знаю Скорее Провод Мешает Вот так Влазит Воротовка Воротковая Трещотка Одна Длинная Бита Сплайн Переходник Под нее И все И все И все И вот оно Идет Идеально Влезает Парочку Уже отдал Отдаются Они нормально Ничего там Не закисает Но Момент Затяжки Не низкий Он такой Хороший И Вот эта Трещотка С ее длиной Рычага Даже коротковата Вот эти Гайки На 12 Я думал Что они на 13 Но не тут Было Там Классический Болт на 10 Маленький Болтик Катализатор Гуляет На резинках У кронштейнах И На гофре Поэтому Его очень легко Отдвигать в сторону Никак он не мешает Ничего Вот Вот эта Болта Мешает добраться Трубка охлаждения Он туда Вот она идет И там Целый четверник У нее по-моему Да Четверник Очень тут Хитро Ваги придумали Конечно Система Массовная Тут простая У двигателя Потому что Все находится Внутри блока Кроме трубок На турбину А система Охлаждения Чудовищная После Отвинчивания Кронштейна Трубку Можно будет Вот она уже Гуляет А все Даже можно Полностью не отвинчивать Теперь сюда Залезает Вороток Сюда-то он Залезает Но Как человеку Отвинчивать Вот этот Болт Не снимая Радиатор охлаждения Гыры Я не представляю Потому что Даже 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 просто Бита Она сюда Встает Но она Вот Если ее Правильно Ставит Она упирается В шпильку Как человек Должен снимать Турбину Если у него Радиатор не Снят Ну Не знаю Как-то У меня тут Проблем нет Я просто Вороток Вот так Поставлю Пластик В районе Турбины Долго Не живет А вот У меня Сейчас Отломалась Защелка У разъем Управления Геометрией Честно говоря Это самый страшный Разъем Потому что Я наслышан О проблемах Со сбросом Адаптации Блока управления Геометрией И необходимости Потом Хитрым прибором Ее возвращать Болты тут разные Вот этот правый Вот отсюда Вот этот Длинный Слева И вот такие Вот три болта Тройника Все Она уже не держится У них Башка больше Чем Вот у этого Все-таки Пришлось С этой трубкой Слева масла Повыть Конечно Не так Как с трубкой От радиатора ИГР Но все же Вот так вот Отверткой Это конечно Логично Пытаться Ее отсоединить Но Бессмысленно Пока Вот туда Не пшикнуть Лошадиную дозу Силикона Вот после Как я это сделал Она сразу пошла А до того Она сухой Она никак Не хочет Оттуда вылазить А сейчас Уже силикон высох Нужно снова Будет брызгать Удалось Расшатыванием Ее снять Турбину Взял в две руки И вот так Вот ее Раз-раз-раз И тянул В ту сторону Все Вот она Вылезла Она длинная Зараза Ну тут Для чего Интересно Турбина Как турбина Такой же Люфт Как и с той Стороны Вот она Злосчастная Почему она не влазит Потому что Вот тут Легкие буртик Рыжавчины В этот бурт Упирается резинка А вот он Видно И не хочет Ни в какую Наконец-то Можно приступать Отвенчивая Центральная Вот этой плиты Ее держат Винты По периметру Вот этот Вот этот Вот эти Вот Или все Три Вот этот Вот этот Вот этот Вот этот Вот этот Вот черный Скорее всего Не видно Вот он Вот этот И вон тот Задний От клапана Вентиляции Картера газов Удалось наконец-то Оторвать Когда отвертка Вот с этой стороны Его подцепил Не зря я взял Ложку Вот тут Вот такое место Удобное Ну что Сделать В-образный Блок В общем По-моему Я открутил Все винты У них Отличительный Признак Это Круглая Головка У Тех Болтов Что держит Масло Радиатор Более Плоская Так-то Они все Одинаковой Длины Но вот тут Один маленький Один маленький Он Фиксирует Фитинг У шланга На блоке Последний болт Под грязь Я его не заметил Вот здесь Все-таки Надо было Подняться домой Подсчитать Элсу Вот Все Можно его Отдирать Сейчас Сниму Двумя руками А Ну и конечно Датчик давления Масла Надо Не забудь Отсоединить Вот так Это все Выглядит Прокладка Осталась Здесь Наконец-то Я приступил К чистке Эту пластину Пока здесь Оставил Завинтил Болты Чтобы в резьбы Грязь не попала Отсюда Вот такое Вот такое Вот состояние Впускных каналов Они относительно Чистые Потому что Я Попроливал их Лавром Лавр В распылителе И его удобно Туда пшикать Он сразу же Верхний слой Смывает Всякие Всякие Очистители Карбюратор Или через форсунки Ну в данном случае Выгоднее все Через клапаны Было заливать Кстати Клапаны у меня Закрыты практически все Вот по этой голове Закрыты Все цилиндры По этой голове Закрыт вот этот Вот этот открыт Вот этот не помню Естественно Что-то получше Лавра Чистит еще эффективнее Какой-то там Винс Или не знаю Какие самые Топовые раскусовки Вот И после чистки Достаточно большую тряпку Я заталкиваю До самого конца Чтобы когда я буду Чистить верх И у меня Песок Провалится сюда В каналы То вместе с тряпкой Весь этот песок Удалился Впрочем Песок там В принципе Особо навредить не может Там все повылетает Через клапаны На силаминовых двигателях Опасно Когда песок попадает В камеру сгорания Когда Чугунина То не так страшно Уже пробовал Отвинчивать свечу Нужна удлиненная Головка на 10 Еще удивился Что она легко пошла И что тут Довольно-таки чисто Вот в этих Заманах Так скажем А тут оказывается Тоже есть сливы Вон шестигранник Торчит Слив довольно эффективный То есть Все что туда попадает Все оттуда уходит Это хорошо Поэтому Со свечами И с их отвечением На этих двигателях Проблемы нет Вот что он там Жрет Интересно Что тут можно Жрать на крыше Лакокрасочное покрытие Только портит Засранец Лучше бы он вот здесь Помог почистить Кронштейн Мне мешает Почистить Вон там Вот тот Карман И оказывается Его можно Снять Не снимая Полностью Щиток Вон видно Винт раз Вот он Вот второй И вот третий Вот здесь Под этим Наплывом По-моему Это все Хотя может Еще А и вот еще Что-то Вот еще один Вот тут Надо пробовать Его отвинтить Потому что Скорее всего Из-за него Отвинтить И не получится Да Так и есть К сожалению Авторы Этой конструкции Не оставили Шансов Тем Кто желает Снять кронштейн Не снимая Вот этот шкив Там вон Болт Очень конечно Хочется просто Проломать Здесь отверстие И Сделать его Доступным Для вывинчивания Но Ну ладно Хрен с ними Засранцы Вакуумное насос Я хочу На всякий случай Поменять Два Оплатительных Кольца И В общем-то На этом Разборка Будет полностью Окончена Дальше Сборка Вот такой Это у нас Вакуумный Насос И Мало того Что он По объему Больше Чем тот Что применяется На бензинках Так у него Еще и Вот эта Вот крышка Выполненная То ли из стали Анодированной То ли из нержавейки Непонятно Скорее всего Просто из стали И за счет этого Он живет Гораздо дольше На бензинках Он выполнен Просто алюминиевым Алюминиевый корпус И Алюминий задирается Два колечка Вот это вот Скорее всего Оно у меня Немножко текло Но не уверен Я просто уже Снаружи его Тряпкой обтирал И вот это вот Малюсенькое Это видимо Подача масла В сам насос А тот что на бензинках Применяется Он же и на BMW Такой же используется Там подача масла Вот тут вот С торца отверстия И из головы Через это отверстие Идет у нас Через распредвал Старое кольцо Слева Новое справа Думаю Менять их Эти кольца Абсолютно Бессмысленно Никакой разницы У них практически нет А может по диаметру Немного тоньше Вот уплотненное кольцо Маслонапорной трубки Оно увеличилось В диаметре Ну потому что Оно сидит На посадочном месте Большого диаметра И в натяг ставится А так Тоже его можно ждать Ничего не сделалось То есть Менять бессмысленно Наконец я почистил блок Снял эту прокладку Старую Вот видно ее Как только она вылезла На кислород Подорвало Вот здесь Раньше это все Омывалось антифризом Но при контакте с воздухом Стало отслаиваться Покрытие И кронштейн Отфрезеровали мне Отфрезеровали совсем не зря Потому что Хотя он и не тек Но вот тут С краев была коррозия Вот так вот Вот на Ну может на 5 соток Не знаю Я не спрашивал Сколько он там снял То есть Ставить его обратно В таком же виде Конечно Не стоит Если поставить То течь То ничего не будет Но все-таки Это не то Вот тут сразу Два обратных клапана Хотя По мануалу Якобы только один Вообще Тут в масляной системе Вместе с этим Получается 5 клапанов Один В масляном насосе Редукционный Который Поддерживает Давление Не более Какого-то там В масляной системе Один Предохранительный Клапан Тоже в масляном насосе Он По-моему На 10 атмосферах Открывается Чтобы Насос не разорвало И вот тут Два Редукционных Вот так Все это дело Стоит Вот это Напорная Масляная Магистраль И приходит Сразу На два Клапана Вот от этого Клапана Этот клапан Держит масло В масляном радиаторе Чтобы оно После оглушения Двигателя Не стекало Обратно В поддон Вот так Все проходит Через масляный радиатор Тык-тык-тык И приходит Вот сюда А вот этот Клапан Он более тугой Вот этот Легко открывается А вот этот Вот такой Потуже Он уже держит Масло В масляном стакане Чтобы из масляного стакана Оно Не сливалось В квартар Ну и соответственно Если Пропускного сечения У масляного радиатора Не хватает На каких-то там Высоких оборотах То вот этот Более тугой Клапан Открывается И масло Минуя Масло радиатор Напрямой По вот этому Каналу Поступает 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 Вот отсюда Он вылазит И Масляный фильтр Вот тут Сразу Снаружи Масляного фильтра Проходит Потом Попадает Проходит Через сам Масляный фильтр И Тут В фильтре Есть Последний Пятый Клапан Это Тоже Редукционный Клапан По-моему Он где-то На двух Атмосферах Открывается Если Разница Давления На входе И на выходе Фильтра Будет Больше Двух Атмосфер То Ну Больше Двух Килограмм На квадрат Сантиметр Тут Этот клапан Открывается Чтобы двигатель Не испытывал Масляное голодание Вот такое бывает Когда масло Густое Например На морозе Когда ты заводишь Там оно Сметанообразное И через Бумажный фильтр Не может продавиться Вот этот клапан Открывается И масляное В обход Фильтра Вот Так это Тут все просто Мне вот эта Вот Дырка Понравилась Вот это Вот Это отверстие Нужно Чтобы При При вытаскивании Масляного фильтра Масло Все сливалось В поддон Вот они Заморочились Вот тут Под него Специальное Отверстие Оно сразу Напрямую В поддон По-моему Течет А вот тут Затычка Если посмотреть На масляный стакан То Вот оно Сейчас Как-нибудь Вот оно Вот это Затычка Масляного фильтра При отвинчивании Масляного фильтра Затычка Из этой дырки Вылазит И масло Все В поддон Стекает Должна было Заморочиться Прокладка Под него Тут отверстие Там отверстие Вот И вот Самое главное Масляная магистраль Самое главное Чтобы грязь не попала сюда Потому что это уже На выходе С фильтра В общем Вот через это отверстие Питается весь двигатель маслом Вот это Приход от масляного насоса И вот это В конечном итоге Выход Вот это Просто технологические отверстия Вот это Вот это И вот это Они В холостую Закрыты Полностью прокладкой И видимо При изготовлении блока Через них Извлекаются Не знаю Что там Керамика Они там какой-то Забивают Или как-то так Потом чугун Сверху заливают И эту керамику Всю выколупывают Через эти дырки Это Подача Охлаждающей жидкости Или скорее Наоборот Слив С масла радиатора Ну и по поводу Вентиляции Картерных газов Я сначала думал Что Газы сосутся Вот сюда Потом масло Бьется Вот в эти конусы И попадает туда На самом деле Нет Газы Высасываются Вот через это отверстие Масло бьется Завинчивается Вихрь Масляные пары Вместе с газами И бьются Внутренние Поверхности Конусов И уже Масло На стенках Остается И стекает Стекает Оно вот сюда В эту ванну Дальше в это отверстие И с этого отверстия Вот я не могу Точно сказать Скорее всего Вот сюда Вот оно стекает А хотя нет 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 Оно не сюда стекает Это Это тоже Магистраль Высокого давления Вот она Видна насквозь Вот раз И вот два То есть это тоже Опасные отверстия Они должны быть Максимально чистыми И вот видно Каналы для смазки Значит стекает Масло вот сюда Просто тупо В картер стекает Или я путаю Или Или нет Вот отверстие Вот Вот сюда вот оно стекает Вот Вот да Вот это вот отверстие Ведет Наверное Вот сюда Зача вообще-то Нужно Это нужно Для того Чтобы разрежение Внутри двигателя Не было Слишком большим Держит Ну например Пусть будет Полуатмосферы Зависит Разрежение От силы Пружинки Вот здесь Внутри Которая Поджимает Мембрану Как только Как только Разрежение В картере Солнится Слишком большим То Мембрана Подсасывается И перекрывает Вот это Вот это вот Ответвление На вход Турбины И перестают Перестают Газы Высасываться Из двигателя Потом Когда давление Сравнялось Мембрана Снова Опускается И открывается Все это дело Мембрану Я поменял Она была Очень-очень Жесткой Старая Мне не понравилось Поэтому я все-таки Решил новую Поставить У новой Резина Другая Она естественно Не оригинал Она от фирмы Вот у тебя Коробка Херман По-моему Херман Все любое В такой коробке Потому что Ремкомплект Компрессора У него подвески Тоже в такой же Был Это хорошая Контора И резинка Тут лучше Чем оригинал Стоит Потому что Это резинка Силиконовая А в оригинале Простая Черная резина Обезжирил Поставил Прокладку Хорошо видно Что вот эти Раз, два, три Полости Это просто Холостые Технологические Отверстия Которые Нужны Для Отлива Блока Точнее Для извлечения Того Вокруг Чего Обливался Блок Чего Заливался Чугун А тут Тоже Обезжирил Можно Ставить Забыл Сказать Еще Про Одну Деталь Вот Это Датчик Давления Масла Тут Они Не стали Особо Заморачиваться Так И Кстати Датчик Мне Не Мне Понравился датчик отвинчивал, у датчика прокладка отдельно не меняется она идет там в сборе вместе с ним прокладка по-моему тоже алюминиевая даже не медная как и сам датчик и как и материал кронштейна это оригинальная мембрана маслоотделителя выглядит вот так она твердая тут у нее ребра жесткости как имена стоит я не помню уже пара слов о прокладках вот эти вот прокладки маслоного радиатора самые дорогие вообще среди всех они стоят неоправданно дорого вот это вот стоит 600 рублей и вот это вот стоит почти тысячу видимо эти прокладки изготавливает сам вак ну или сама компания ауди тут уж как сказать в отличие от этих вот всех вот колеечек вот этого всего что они заказываются на стороне вот это они явно делают сами и прокладки эти менять обязательно они они не просто дубовые это ладно когда я снял масло радиатор они были практически вровень ну вот с вот этой плоскостью кронштейна а вот новые прокладки выпирают довольно таки высоко этого миллиметра минимум масло радиатора я не стал особо так называемую привалочную плоскость чистить бумажка же была самой мелкой наждачной бумагой нулевкой тут потерять но течь все равно не так и так ничего не будет более-менее прикрутил не могу не отметить откровенную дебильность крепления этого кронштейна к блоку что тут сколько раз два три 4 5 6 7 8 болтов держит такую ответственно важную деталь которая держит кучу давлений начиная от антифриза и заканчивая маслом всего лишь 8 где деталь большая по площади будь моя воля я буду все так вот тык 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 чтобы она пережималась со всех сторон это это мало при пижа здесь этого недостаточно да естественно трубку то ли подачи антифриза на масло радиатор то ли слив антифриза не знаю я естественно надо ставить прежде чем будет масло радиатор привинчиваться очень нравится этот блок 3.0 тди а я конечно ни хрена не моторист и не разбираюсь в таких делах но а тут видно от раз мощное такое ребро жесткости между двумя половинками блока и вот два то есть блок конструктивно имеет невероятную жесткость он вообще никак к тому же коленчатый вал у него не бугелями привинчено а рамой подшипников коленвал такая там цельная площадка что вы тоже дает гораздо большую жесткость чем если бы он был классические прикреплен с этими кольцами новыми я ошибся потому что в оригинале метод завода но это оригинальные прикладки но тем не менее в оригинале у меня тут завода шло два круглых кольца и на клапан вентиляции картер газов такое кольцо было и на стакан масло на фильтра в новом комплекте прокладок у него одна прокладка такая вот квадратным сечением и одна круглая и все-таки круглая ставится на клапан вентиляции они на стакан масло фильтра от прокладки для турбины это приемные трубы вот это для тройника на котором сидит турбина естественно менять обязательно и вот это для оглушения и двер вот заглушка самопальная я купил болты вот такие по запросу в интернете в ак болт м6 что не знал что там шпильки или болты а там все-таки стояли вот такие болтики и те что я купил новые и вот эти они слишком длинные поэтому я пришлось напильником подточить потому что заглушка на где-то миллиметр на 2 тоньше чем чем оригинальный фланец у трубки на игр вот он колхоз наконец-то ничего во впуск лететь не будет такая из нержавейки заглушка смотрится бельмом конечно на глазу на ржавом тройнике фланцы я чищу нужны нулевкой наждачной бумагой никаких бороз ничего не оставляет просто шлифует в зеркало и вот эту всю ржавчину все это удаляет наждачной бумагой вот эту прокладку для турбины я купил два года назад и вот только сейчас я ставлю по что только сейчас я наконец-то удалил игр и прошло и двух лет вот эта вот трубку я так и не смог это драть я прокладки купил для нее по ошибке сразу две так что не то что не смог в общем особо не пытался можем тут выстрелить можно выкладкой вот здесь вот с этой стороны было попробовать выбить но она там так хорошо сидит что да и ладно машина стоит уже неделю с залитым и колодцами но я их не специально заливала так получилось пока чистил впускные каналы и лавр никуда не ушел то есть проблем с герметичностью клапанов нет но разве что вот у этого клапана там он то ли она все-таки утекло то ли то ли лавра туда мало попала не знаю то всех остальных все стоит коллекторы у меня оказались менее нами десятого года то есть их поменяли еще в германии насколько этом в седьмом месте 2008 года машина была куплена и вот ровно через два года немец коллекторы впускные поменял то не отличается от обычных но не от обычных коллекторов первой версии тем что них вот тут вот втулочки из взносостойкого материала сделаны и вот здесь такая же втулка поэтому никакого не люфта ничего и за столько лет ничего не разбилось а у первых коллекторов у них цельнопластиковые вот эти втулки в которых вал вращается их затирает и начинается это дело ходить туда-сюда очень не было интересно видеть как выглядит эта штука свеча накаливания никак она вообще не закисает сама она из нержавейки тут алюминий то есть никаких проблем с его с их увеличиванием нет свечей на нашем двигателе во всяком случае то есть можно сначала ходил для профилактики все открутить нам ажа не заморачиваться нормально все с ними видимо вот тут герметизация конус притирается не знаю стал ли видео врезать фрагмент в котором жаловался что вот тут вот они в кожухе ремня тнвд не сделали отверстие под вот этим вот наплывом винт и это единственный винт который не получается отвинтить из тех что держат кронштейн топлива на насосы и получается что кронштейн не снять пока ты не снимешь кожух то чтобы снять кожух надо вот эту вот шестерню содрать но я подумал ну ладно мол то для герметичности а для герметичности а вот здесь вот сделана целая вот такая вот дыра специально вот под этот вот болт который держит тнвд ну ну шо взять свага все-таки надо мне было и разоколхозить и вот тут просто пробить чем-нибудь пластик эти кое-что все-таки оказывается сломал при разборке вот тут пин такой пластиковый вот 2 установочный и вот он у меня там застрял поэтому сломался все надо новый вкусной коллектор покупать намучился с установкой обратно кожуха чтобы заводить его надо вот так вот посылок он так заведенного можно раз и в общем развернуть вот туда а иначе никак не поставить стало эти штуки и вот состояние двигателя масляного лака нет ничего нет это типичное состояние 3.0 тогда и не все такие потому что двигатель холодный и масло масло не выпадает присадочным пакетом не не оставляет лаковых отложений ничего вот так вот все это выглядит просто потому что двигатель холодный хотя я сюда что только не заливал и самое большее ездил на одно масле 17000 километров вот видно тут тут вообще вот как с завода они выглядят вот тут вот видно такой волнообразный отметина это уже газа потихоньку начинали пробиваться то есть полез я не зря еще наверно еще 200000 метров пробега и они преодолели оставшееся расстояние и прокладка была бы пробита форсунки оказывается ржавеющая что-то всю жизнь думал что они из нержавейки но тут вот хорошо видно тут единственный участок не прикрытые ничем он ржавеет не могли сволочи за 30000 нержавейку сделать и вот такая малюсенькая 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 сопла у нее буквально два миллиметра в диаметре при внимательном рассмотрении хорошо видно как погрызла прокладку вот тут вот такие два выступа вот раз и два которыми прокладка фиксируется на этом штифте на носике а вот с этой стороны все съедено медь испарилась и нагляднее всего видно повреждения медной шайбы уже не видно вот хорошо видно как то прокладку со стороны прилегания к форсунке погрызла и значительно у нее площадь сократилась то есть это получается просто расходник и со временем они сто процентов выбирают вот этого детали улыбнула пружина которая прижимает форсунку головки крепит ее тут видно очень очень грубые следы обработки вот как ее на заводе режущим резцом хлобысь там видимо какая-то форма и сразу сверху бамс и штамп получается готовый так так они ее и ну почему-то ставят на машину в таком виде я слышал в некоторых видео критику вага по этому поводу что типа вот как так можно на машине делать вот так вот там там на машине ну скажем за 3 миллиона рублей но это все чушь потому что деталь свои функции выполняет превосходно и от того что она тут будет красиво обработана ни хрена не поменяется также в замечательном видео на канале ремонт своими руками audi видел вопрос в комментариях какой стороной ставить эту шайбу фаской к форсунке или фаской от форсунки вот таким небольшим закруглением так как выгорать начинает шайба под форсункой то ставите нужно наибольшей площадью плоскости к форсунке и фаской от форсунки потому что все выгорание вот здесь вот между шайбой и форсункой тут площадь уже быть наибольшей большая проблема герметизации форсунки связаны с тем что она просто прижимается сверху вот если бы она завинчивалась то это медная шайба кое-как притиралась бы к подсадочному месту в голове и никаких проблем бы не было но так как она просто прижимается то если попадет скажем песчинка и шайба перекосит никакой герметичности не будет одна сторона закончена хочется сказать пару слов о монтаже демонтаже форсунки и если прокладки не пробиты вытаскивается просто от руки и даже толком вот так вот прокручивать зад вперед не надо никаких проблем с извлечением нет вообще очень легко тут вот лучше сразу же разобрать все снять дроссельный узел открутить вот это причем отверстие сквозное как ни странно туда вон он по моему тут на идет до самого а нет наврал не сквозное вот и вот тут хомут убрать иначе крышечку не провернуть а и заливную горловину снять вот если это не сделать то будет архи неудобно поэтому лучше сразу все разобрать быстрее выйдет в итоге вот те вот колодцы я долго и так чистил и сяк чистил ёршик он приготовил до 7.62 калибра для чистки ствола вооруженного можно купить но самый лучший способ это вот ватная палочка она к себе присасывает частички кокса которые туда попадают когда форсунка извлекается а он хорошо видно наверное не знаю насколько хорошо сложно с центровкой камеры относительно канала под форсунку на палочку эти частички налипают и она их очень эффективно собирает вот тут почистил надо еще один раз пройтись уже чистой палочкой теперь здесь поменял все шесть шестую выронил туда вниз на защиту двигателя вот такие вот они все примерно равномерно погрызенные выхлопными газами то есть менять их очень очень даже стоит я думаю что еще тысяч двадцать тридцать километров но исходя из того сколько тут осталось мясо относительно того что было завода и все и шайбы прохудились бы а вот эти вот резинки которые держат масло от головы они такие более-менее живые но стоят копейки нам 37 рублей что ли поэтому менять их обязательно проездил уже около тысячи километров с тех пор как удалил клапаны игр все то время ездил безроссельные заслонки потому что при ее снятии такие вот винтики с конусом под нештатный угол из-за завальцовки поломались один остался живым второй поломался потом пришлось алиэкспресса заказывать вот пока они шли все это время ездил вот так закрепил на хомуты в итоге разъема что одного хомута тут недостаточно он отвалился и два в самый раз ну и вот этот вот сюда вот тут уж шланг закрепил на хомут и вон там вот наверное не видно вон там резинка чтобы он когда колеблется не касался непосредственно других элементов через резинку их задевал ну в общем то и все тут ничего не течет соляра на удивление тоже не течет это она еще с тех времен когда я развоздушивал так осталось то что затянул я очень слабо эти гайки до сих пор не купил нормальный ключ наверняка много кого покоробили мои ногти вот у меня ногти на самом деле ты их отращиваю на период ремонта чтобы пальцы не повреждать на видео это я еще и в отпуске был до кучи пока тут все разберу так что все конец